Мы с Виталиком натянули веревку, ну точнее Виталик натянул, я развесила вещи на солнышке, те которые вчера у нас висели вон там где деревья, там сейчас тенек и холодно, но там ветерок был, их маленечко протрусило, с утра я их вывесила, а здесь прям на солнышке все наши вчерашние пастирушки, все будет сохнуть. И я говорю, как хорошо, когда вот так вот приедешь на место, ну где расположился и есть веревки, там веревки были натянуты, мы сразу туда повесили, Виталик еще между двумя деревьями сделал, ну клочок, чтобы все развесить, а здесь наверное те, кто будут после нас останавливаться, тоже будут думать, как хорошо, что здесь веревочки есть, можно посушить бельишко, да Виталь, сейчас уже будем собираться и цигель-цигель, ай-лю-лю, видите, мы, вы обратите внимание, стульчики у нас стоят на солнце, потому что только в тенек заходишь, где у нас палатка, все, холодина, мы выползли с ним на солнышке, стали стоим, греемся, телефон второй поставила на зарядку, в машину, сейчас посижу на солнышке, погреюсь, начнем собираться, может вещи высохнут, должны высохнуть, правильно же, куда они денутся, вечно мокрыми-то не будут, зато все постирано, еще пижаму надо, я вчера, пока Виталика ждала, тут же у меня ходили всякие, я пила кофе и развела себе на пижаму кофе, и у меня теперь коричневые пятна на пижаме, я вот у меня все, я думала ее вчера постирать, но ночью, когда я была одна, я не решилась, может на следующем месте стоянки постираю, а может и не постираю, до Москвы такая доедет, бог с ней, ой, как на солнце хорошо, ребята, вообще, на речку смотрю, красота, сегодня мы едем дальше, куда именно, не знаю, у нас вот мы, вот чем мне нравится с Виталиком путешествовать, вообще, вот как мы вдвоем, что мы никогда ничего не планируем, вот мы говорим, так, что сегодня уезжаем, уезжаем, ну давай в ту сторону поедем, там будем искать, все, у нас нет задач там, в какое время, где мы должны быть, что мы должны посмотреть, мы даже не планируем ничего, что мы должны посмотреть, мне там навязывают, пишут, обязательно туда съездите, обязательно сюда съездите. У нас даже по городам, когда мы ездим, мы обязательно никуда не заходим. Вот куда нам захотелось, мы зашли, посмотрели. Не захотелось, как мы были в Казани, девушку встретили. Она говорит, так, я пробежала уже, стадион посмотрела, это посмотрела, это посмотрела. А там, например, сейчас 8 утра, это когда мы за машину вот эту сходили. 8 утра мы зашли в кафе попить кофе. А она уже вот это, говорит, я вот это посмотрела. Сегодня у меня план и показывает там у нее список. Мы так с Виталиком переглянулись. А что за спешка вообще? У меня вопрос. Говорю, а что вот так это? Она говорит, ну вот я за три дня должна посмотреть все. Мы такие, слава богу, у нас этого нет. Вот мы приехали. Вспоминаю девушку в Казани, как она за три дня там все обошла. Представляете, у нее мотор в одном месте. И что, вот она даже удовольствия не получит, ну мне так кажется, я бы не получила удовольствия от нахождения в городе, когда ты бегаешь как заведенная юла и смотришь все подряд, лишь бы посмотреть, лишь бы потом сказать, что ты посмотрел. Мы более масштабно как-то вот на это все смотрим. Вот мы здесь, по велению души нам захотелось дальше поехать, мы поехали. Если бы нам захотелось здесь на неделю остаться, мы бы остались. А вот так вот бежать, как там, обязательно съездите, вот это посмотрите, обязательно съездите. Ну попадется нам по пути. Но сложится так, что мы туда поедем. Захотим мы, мы поедем обязательно. Если не сложится, ничего страшного. Вон сколько раз мы были в Карелии, Виталик так в русский алло и не попал. Ну значит не судьба ему попасть пока. Может в этом году попадет, или в следующем, или еще через пять лет. Я была, смотрела. Так и здесь. Телецкое озеро, там Чуйский тракт, и все остальное, это все здорово. Ну вот получится, мы поедем. Не получится, не захочется, мы не за этим, чтобы прямо вот бежать, все смотреть. Нам надо насладиться. Вот так вот сел с утра лица на солнышке и кайфуй. Вот наша задача. Кайфовать, а не бежать сломя голову куда-то. Сегодня на ужин точно будет суп с тушенкой. Это я так уже планирую. Вот это точно будет. И с макаронами. Я хочу прям сил нет. Чтобы было жиденькое, Юшечка, вот это все попить, поесть. Так, друзья мои. Виталик уже ходит там сборы у него. А я хочу посидеть. Сегодня буду спать, кстати, в теплом костюме. Сто процентов. Я так решила, потому что все-таки уютнее одетым. Но у меня есть чистые костюмы, которые не одевались на улицу еще. Я имею в виду прямо с Москвы. Я взяла два, что ли, или даже три костюма специально, чтобы ходить, не мерзнуть. И один из них у меня будет моя пижама, скажем так. Однозначно. Ну, а эти проветрятся все чистенькие. Пахнут свежестью. Вообще красота. Шикарно. Даже приятно осознавать, что не будет ни одной грязной вещи, кроме моей пижамы в машине. Все, друзья мои. Наслаждаемся. Ну, я сижу, смотрю на речку. Кайфую. А, единственное, что Виталик очень хочет, это где слияние двух рек. Виталик, слияние каких рек? Есть листы, листы же это в машине. Виталь, слияние каких рек ты хочешь посмотреть? Чуи и Катуни. Вот. А ну да, Чуйский тракт. В общем, это так. Вот туда мы должны попасть. Как хорошо.